МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В год молочные реки перед праздником урожая президент ставит серьезные задачи перед животноводами и народными избранниками всех уровней. Кадровые перестановки в партийных рядах, визиты гостей. Чем запомнилась минувшая парламентская неделя? Динамику роста республиканской экономики начинает определять промышленность, сельское хозяйство, строительные индустрии и инновации в этих сферах. Это подтвердил в ходе парламентских слушаний глава Минэкономики Митхаджи Яхметов. В госсовете на минувшей неделе, по сути, состоялась ключевая дискуссия законодателей и исполнителей по параметрам бюджета следующего года и прогнозным показателям на 15-16 годы. На этой же неделе прошли заседания парламентских комитетов. Какие вопросы стали главными? Обо всем по порядку, моя коллега Екатерина Сударева. Темп роста экономики России ожидается ниже среднемирового, заявил в начале слушания министр экономики Республики Митхаджи Яхметов. Это означает, что замедлится экономический рост. Депутат Хафиз Мергалимов спросил у министра, не будет ли расти в таких условиях безработица и как планируется ее снижать. То, что касается роста занятости, сегодня отраслевое наше министерство, министерство трудоизоляции, достаточно серьезно и основательно мониторит эту ситуацию. И вот те мероприятия, которые я сказал, именно развитие малосреднего бизнеса, как раз они направлены на то, чтобы сдержать вот этот фактор роста безработицы. Первый секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиз Мергалимов выступил с заявлением, что бюджет не должен зависеть только от внешних факторов, от цен на нефть или курса доллара. Нужно развивать внутреннюю экономику. Где ВРП, где ВОП и так далее в 2020 году? У нас какой будет стагнации, развитие? Впереди сложный период, все ее понимают. Пришла пора отвечать каждое министерство, ведомство, и республики, и федеральный центр. Министр финансов Татарстана отметил, что несмотря на напряженные прогнозы, 69% бюджетных расходов в будущем году направят на социальные нужды. Депутатов интересовало, хватит ли денег, чтобы повысить зарплаты младшему персоналу в садиках, школах и больницах. Сборщицы, водители, послужащие персоналы и в детских садах, школах, в лечебных учреждениях. В прошлом году сказали, в октябре поднимут на 6%, но с учетом 5-6 тысяч, 6% это несущественно. По зарплате нашим президентам было принято решение. В принципе, в июльской сессии мы об этом докладывали. А что касается младшего персонала, там на 10% с 1 июля. А по остальным категориям у нас с вами бюджет на 13 год заложены деньги из 5,5% с 1 октября. Депутаты интересовались многими статьями расходов бюджета. Например, как будет реализована программа обеспечения жильем детей-сирот. По данным Минфина, на это уже выделили 246 миллионов рублей. И 230 юношей и девушек получат свои квартиры. В целом, как указано в рекомендациях парламентских слушаний, основные направления бюджетной и налоговой политики сформированы в соответствии с посланием президента Рустама Миниханова и бюджетными кодексами России и Татарстана и направлены на решение социальных задач. Кроме того, в парламенте состоялось заседание комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам. Оно прошло в необычной обстановке, в малом зале. Все потому, что для участия в нем пригласили представители общественности. Это деятели культуры, науки, редактора ведущих республиканских изданий. Обсуждали проект бюджета Татарстана на будущие три года. Так, в 2014 году на культуру и кинематографию запланировано выделить из бюджета больше 3 миллиардов рублей. Отметили также, что на выплату государственных премий в области науки выделят 850 тысяч рублей. Подводя итоги, председатель комитета Розиль Валеев заявил, что после принятия законопроекта в первом чтении комитет займется подготовкой таблицы поправок к нему. Проект бюджета обсуждали также и на совещании комитета по законности и правопорядку. С прогнозом социально-экономического развития республики выступил министр экономики Митхад Шаги Ахметов. По его словам, ожидается замедление темпов роста отечественной экономики. И это может привести к увеличению расходной части бюджета. Председатель комитета Шакир Ягудин предложил поддержать документ. Депутаты единогласно решили рекомендовать законопроект для принятия в первом чтении. Одно из значимых событий прошедшей недели – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Как правило, к нему бывает переурочен прием от имени президента. На нем чествуют лучших земледельцев и вспоминают минувший сельскохозяйственный сезон. В праздники приняли участие глава парламента Фарид Мухамедшин, депутаты Госдумы, Госсовета и Муниципальных Советов. Также руководители крупных агроферм. До президентского приема руководители сферы АПК ждал серьезный разговор о перспективах молочного животноводства. В фойе крупного развлекательного комплекса традиционная выставка вкусной продукции. Но несмотря на праздничный настрой, все разговоры о проблемах. Производители обсуждают, как выдержать конкуренцию с иностранным товаром и удержаться на рынке. На данный момент, на самом деле, конкуренция очень большая по молочной продукции. Очень много производителей. Рынок большой, на самом деле, но мы сдерживаем это за счет качества. Местное молоко президент не применил попробовать. Его качество и цена позволяют Татарстану выйти в лидеры по производству. На совещание по развитию молочного животноводства глава республики приехал сразу после видеоконференции с Дмитрием Медведевым. По итогам сельскохозяйственного сезона Татарстан на хорошем счету. Но стремиться есть куда. Еще в 2006-м, когда стартовал национальный проект по поддержке АПК, республика за несколько лет рассчитывала выйти на производство 10% всего российского молока. Пока цель не достигнута. Мы предполагаем, что погода, природа и самая политика располагают. Мы допустили снижение производства молока на 3%. Для Татарстана это очень много. Когда мы вкладывали за шестые-девятые годы на развитие молочного животноводства почти 60 миллиардов рублей. И при этом снижение очень сожалеет и еще более болезненно, что мы снижение продолжаем и в этом году на 7%. Детальный разбор полетов в цифрах и фактах. Цена на сырье высокого качества добралась до отметки в 23 рубля. В некоторых хозяйствах объемы по сравнению с их же собственными показателями снизились вдвое. Нужно догонять. Но приписки не выход. Поменяйте свое отношение. Значит, это крупные комплексы, это малые и средние, личные подвори, нам разницы. Во-первых, забудьте, что создавать мнимые плавиополучия путем предоставления разного форма документов, справок, рынков. Мы это все знаем уже лучше вас. Но ни к чему это. Зачем мы сами себя? Мы живем в рыночном государстве. Хозяйство имени героя войны Токарликова в 80-х ставили в пример всему Советскому Союзу. О таких комплексах на 12 тысяч голов крупные инвесторы мечтают и сейчас. Здесь полный сельскохозяйственный цикл. Своё зерно, животноводство, пекарни, мини-цеха. Главе легендарного хозяйства Расиму Исхакову сегодня вручили государственную награду. Это заслуга не только моя, это заслуга нашего коллектива, огромного коллектива, тех специалистов, которые совместно с мной работают в хозяйстве уже долгие годы. На приеме от имени президента чествовали комбайнеров, механизаторов, доярок, агрономов, руководителей хозяйств. Несмотря на трудности, они обеспечили республику продовольствие. Неделя прошла в активной работе как для парламентариев, так и для актива политических партий. Кадровые перестановки, обсуждение важных решений и далеко идущие планы. Куртко об этом, как обычно, узнаем от Екатерины Сударевой. Татарстанский парламент посетила делегации из Астрахани. Гости заявили, что заинтересованы в сотрудничестве. Бизнесмены пожелали, чтобы в их области работал центр КАМАЗа. Говорили о развитии гражданского общества. Наша республика готова контактировать по любым вопросам. Мы постараемся искренне показать все, что есть, в чем мы заинтересованы в ваших отношениях, и максимально оказать содействие в решении возможного предложения, которое от вас постоит. Виктор Рахматов. Кадровые изменения в рядах татарстанских единороссов. Андрей Кондратьев сменит Виктора Бударина на посту руководителя регионального исполкома. Такое решение принял партийный полицовет. Правда, его еще должен утвердить ЦИК «Единой России». На заседании в партийном офисе речь шла об итогах прошедшего на днях в Москве 14-го съезда «Единой России». Фарид Мухаммедшин обратил особое внимание на деятельность общественных приемных лидера партии, активизацию работы с населением и вовлечение в партийные ряды представителей молодежи. Больший взор будем обращать внимание на работу с молодежью, молодежными организациями, студенчеством. Работа с ними представляет для нас очень важный сектор работы. Самый непростой сектор работы, между прочим. Многообразие политических сил и различных предложений, не всегда устоявшиеся со своим выбором молодых людей, он требует внимания, в том числе и политической партии «Единой России», чем мы будем заниматься. Представители партии «Справедливая Россия» со всей республики приехали в Казань. В столице Татарстана прошла конференция регионального отделения. Главной темой стали выборы делегатов на седьмой съезд партии. Напомню, он пройдет в Москве 26 октября. Два основных вопроса были. Это как раз выбор делегатов на седьмой съезд партии. И второй вопрос – это по выборам членов Совета. Потому что в начале этого года один из членов Совета написал заявление о том, что он хочет выйти из Совета регионального отделения. И вот на конференции регионального отделения был выбран еще один член Совета. В эти дни не прекращается работа в штабе регионального отделения «Справедливая Россия» в Казани. Там продолжается сбор предложений на предстоящий седьмой съезд партии. Кроме подготовки к съезду, в штабе ведут и ежедневную работу с населением. Повыцем мероприятия, такие как День пожилых людей. Недавно прошел у нас одиночный пикет во многих районах Казани. С поздравлением, с раздачей поздравительных открыток нашими активистами. Сейчас готовимся к празднику Курбан-Байрама. Будем также поздравлять наших жителей города Казани и республики. И такие мероприятия на ближайшие перспективы – это декады инвалидов, различные пикеты по текущим вопросам нашего города и республики. В региональном отделении ЛДПР также прошла знаковая конференция с участием представителей некоторых районов Татарстана. Мы выбирали как раз кандидатов в депутат. У нас было 260 кандидатур. И из этих довыборов как раз у нас вышло сейчас 6 человек депутатов, действующих, которые у нас сейчас активно внедряются в эту жизнь, в эту роль. Хотя у некоторых это первый опыт, но мы как раз и позиционируем себя как партии. Мы выбираем молодых. Кроме того, татарстанские либералы-демократы готовятся встретить на железнодорожном вокзале в Казани поезд с лидерами своей партии. Из Москвы в поездку по регионам России отправился агитационный партийный поезд. Агитаторы партии проедут через весь Дальний Восток, Север, Урал, Сибирь, через Юг и центр страны. Всего агит-поезд сделает остановки в 47 регионах. Депутаты ЛДПР соберут обращения граждан. Юристы партии проконсультируют россиян по всем интересующим вопросам. В столицу Татарстана поезд ЛДПР прибудет уже на следующей неделе, 23 октября. После этого они проедут еще по нескольким городам. Это Агрыз, Кукмар, Шамардан и Арск. Это будет уже 24 числа. Так что здесь, пожалуйста, все, кто желающий, могут побеседовать с депутатами, которые являются избранниками народа и могут принять какие-то решения. Может быть, сразу на месте разрешить какие-то вопросы. Либо дальше дать ход. Соответствующие это или юристы, или законодательные. Как-то они уже будут обращаться в органы. Самые последние вести из парламента специально для вас ровно через неделю. Не пропустите нашу программу. С вами был Дмитрий Фтуров. До встречи сегодня в 14.30 в вестях Татарстана на канале Россия.